Мы считаем, что наши предложения и особенно магистральные направления, которые сформулированы в докладе Железа Ивановича, послужат хорошим толчком в реализации то, о чем говорил президент в своем послании, но, к сожалению, то, что практически забалкивается и совершенно не реализуется соответствующими министерствами и ведомствами. Мы считаем, что должны быть пересмотрены параметры, в том числе и бюджета. На пять тех программ, которые назвал Медведев в своем послании, бюджет выделил меньше 0,1% расходной части, что совершенно недопустимо. Я приводил примеры, что тогда, когда шла комплексная модернизация и развитие нашей страны, индустриализация, на науку и образование выделялось 10% бюджетной части валового дохода страны. Мы считаем, что это тот показатель, на котором надо ориентироваться. Я бы сказал просто, что сейчас нет более важной задачи для нашей страны, чем возрождение промышленности высоких технологий на основе научных разработок. И для этого нужно использовать, к сожалению, сильно пострадавший, но еще сохранившийся научный потенциал России. И прежде всего, научный потенциал Российской Академии Наук. И в своем выступлении я подчеркивал, что никоим образом нельзя заниматься противопоставлением университетской, вузовской науки и науки в Российской Академии. Научный потенциал в Академии Наук – самый большой научный потенциал, которым мы располагаем. И его нужно эффективно использовать. В докладе Геннадий Андреевич говорил о развитии традиционных для России отраслей высоких технологий. А Жарес Иванович сказал, что надо совершенно новые развивать. Кто из вас прав? Оба правы. Я сказал, что у нас в стране есть традиционные отрасли экономики, которые всегда были конкурентоспособны. Наше авиастроение создало лучшие истребители. И мы могли спокойно конкурировать на мировом рынке и сегодня конкурировать. Я, правда, напомнил о том, что этот самолет Т-50, который вам показывали, это изделие советской эпохи 80-х годов. Он давно мог прийти на смену тем самолетам, которые устарели в нашей авиации, завоевать мировые рынки. У нас великолепная ракета, строение и космическая техника. И сегодня мы выполняем роль поставщиков на космическую станцию всей основной аппаратуры и всего жизнеобеспечения. Но можно было сохранить нашу станцию, которую утопили. Там только один блок, связанный с исследованием космоса. Да и разведыванный блок. Были суперсовременные, насыщенные суперсовременной техникой и давали блестящий результат. Мы, кстати, входили в тройку электронных держав мира. Мы, США и Япония. На наших космических кораблях и ракетах стояла вся своя электроника с блестящей степенью надежности.